Добрый день, друзья! В эфире передача «Родители». После того, как ребенок появился на свет, мы задаемся массой вопросов. Все ли в порядке с моим малышом? Почему он плачет? Немного ли он спит? На эти и другие вопросы мы ответим в нашей передаче. Устраивайтесь поудобнее. Итак, тема сегодняшнего выпуска – уход за новорожденным ребенком. Сегодня у нас в студии молодая мама Хана Начкеби и еще одна молодая мама – врач-педиатр Астанда Кварчо. Девочки, добро пожаловать в студию. Здравствуйте. Добрый день. Астанда, давайте начнем с самого начала. Что происходит с ребенком, когда он родился, когда он находится в родильном отделении? Хана, мы с тобой уже все знаем об этом, но есть еще наши зрители, для которых все вновь. Расскажите, пожалуйста. Ну, первоначально хочется сказать, наверное, и вы обе уже знаете, что в самом родильном отделении происходит какое-то невероятное чудо, да, это волшебство. Тот момент, когда вы уже забыли про тот стресс, про ту боль, которая вас сопровождала, и тут вот он вот комочек счастья, ваша частичка лежит у вас на груди, и вы понимаете, что вот это и есть самое большое счастье. Но что происходит с медицинской точки зрения, да, давайте мы обсудим это. В первые минуты, в первые секунды жизни, да, в современных родильных домах за границей, желательно, конечно, хорошо бы ребенка, естественно, положить маме на животное, на грудь. Для чего это делается? Сейчас речь идет об условно здоровых детей, да, если ребенок не нуждается в реанимационных мероприятиях, если это вполне доношенный ребенок, обычная доношенная беременность, обычные роды, то в этот момент хорошо бы положить ребенка в первые секунды его жизни к маме на живот. Об этом еще говорят как золотой час, это тот час, когда ребенок знакомится с мамой, когда он наконец видит ее лицо, может познакомиться с ее запахом, понимать, что вот этот человек, это есть его взрослый, который будет о нем заботиться, что вот та защита, которая была у него в течение девяти месяцев в утробе, она продолжается, что он защищен, и вот этот человек, который будет его защищать в дальнейшем. Для чего это делается? Чтобы, во-первых, установился контакт с мамой, чтобы у мамы вот тот стресс, который она испытала, наши мамы, наши пациенты, они все разные, у всех разный уровень стресса, и они все по-разному воспринимают то, что происходит с ними во время беременности, во время родов. И чтобы вот это вот как немножко минимизировать, необходим вот этот вот контакт с ребенком. Также это помогает установке лактации в дальнейшем для грудного вскармливания. Если многие заметили, то ребенок рождается в такой вот сыровидной белой смазке. Что она из себя представляет? Почему они вообще так рождаются? И многие акушерки, они стараются быстренько все это счистить и положить чистенького ребенка маме на живот. На самом деле, этого не следует делать. Если есть возможность как-то попросить, сказать, хотя во многих уже современных родильных домах этого не делают, попросите, чтобы эту смазку не смывали. Это защитная смазка, сыровидная смазка, в которой ребенок находится в течение всей своей внутриутробной жизни. Для чего она нужна? Представьте, если мы будем находиться 9 месяцев в воде, то мы все просто сморщимся, как изюм. Для защиты. Это защищает кожу ребенка, также сохраняет тепло. То есть как только ребенок появился на свет, это, естественно, другая среда, другой микробиом, другая температура. И чтобы сохранить вот этот вот баланс, эта смазка, она помогает ему. Она сохраняет тепло, она увлажняет кожный покров. Это самый лучший увлажняющий крем. Поэтому, если есть вот такая возможность, если ребенок родился в сыровидной смазке, старайтесь ее не смывать в ближайшие несколько часов. Он не нуждается в этом, она ему не мешает, а наоборот защищает от инфекции, от охлаждения и увлажняет хорошо кожу. В дальнейшем это как профилактика атопического дерматита. Дальше, естественно, целый час никто не будет ждать. В этот час неонатологи, то есть это тоже педиатры, которые уже начинают смотреть ребенка, обследовать его, но это можно делать и на руках у мамы. Что они обычно делают? На второй и на пятой минуте оценивают физическое состояние ребенка, чтобы в дальнейшем понять, нуждается ли ребенок в реанимационных мероприятиях или же может дальше с мамочкой находиться в палате. Что для этого делается? Существует в акушерской гинекологии, в неонатологии система шкала АПГАР. Да, мы все о ней слышали, мы просто слышали оценки и не можем понять толком, что это означает. Это очень важный показатель, особенно когда к нам уже, к педиатрам, на прием приходят. Первое, что мы делаем, спрашиваем ребенка, если там месяц-два, какая была оценка по шкале АПГАР. Все это помнят, да, показатели? Некоторые помнят, а некоторые даже и не знают, что это вообще такое. Это очень важный показатель. Что он означает? АПГАР, то есть это пять показателей, по которым оценивается новорожденный ребенок на второй и на пятой минуте. На каждый показатель дается два балла от нуля до двух, где два это наивысший балл. Итак, первое. А это... В общем, десять. Наивысший балл. Наивысший балл десять. Но десять ставится крайне редко. Если ставится от семи и выше, это уже вполне хороший показатель. Мы можем сказать, что ребенок родился хорошеньким, здоровеньким. Итак, первое А означает цвет кожных покровов, да, где ноль ставится, если цвет кожных покров совсем бледный, синюшный и два балла, если он полностью розовенький. Второе. П. Пульс. Оценивается частота сердечных сокращений, где меньше пятидесяти, это ноль, и больше ста двадцати, это два балла. Г. Это гримаса, то есть ответная реакция на раздражителей. Тут же А. Активность ребенка, насколько он активный, чтобы движения были активные, хаотичные, то есть он только родился, пространства много, он не может понять, что происходит. Естественно, это активный ребенок, активный здоровый ребенок. Ребенок, который вялый, не реагирует на раздражители. В этом случае, естественно, ставится ноль, здесь что-то пошло не так. И последнее Р. Это дыхательная система. Оценивается частота дыхательных движений. Также измеряется вес, рост, окружность головы и окружность грудной клетки. Но вот первые два показателя всегда помнят мамы, и они помнят это на протяжении всей жизни, мне кажется. Итак, мы получили определенный балл по шкале. Да, в большинстве случаев неанатологи подходят к маме и говорят, у вас родился здоровый ребенок с таким-то весом, с таким-то ростом. Оценка по шкале АПГАР 7-8 или 8-8. То есть там идут две цифры, которые были на второй, на пятой минуте. Говорят, что ребенок не нуждается в реанимационных мероприятиях здоровенькие. Сейчас мы его быстренько оденем и отдадим вам. Вот вы говорили по поводу сердцебиения. Скажите, пожалуйста, вот я лично по примеру своего ребенка заметила, что сердце очень быстро бьется, не так, как у взрослого человека. Насколько это норма? Как должно биться сердце у ребенка маленького? Конечно, да, все верно. У маленького ребенка норма больше 120 ударов в минуту. Это норма. Даже когда вы еще находите в родильном зале, еще до родов, вам ставят, если заметили, КТГ. Да. И вы слышите, как он бьется часто и заходят постоянно, говорят, у вас 120, 130. Замечательно. Астанда. Вот, допустим, у нас родился здоровый ребенок, и мы получили удовлетворительную оценку по шкале. Но на этом, насколько я знаю, исследование, обследование ребенка в роддоме не заканчивается. То есть до того, как нас выпишут на третий день или если это было кесарево сечение позже, ребенок еще проходит ряд обследований в роддоме. Вы могли бы нам рассказать, какие это обследования? Ребенок перед выпиской должен пройти несколько исследований. Это обследование, ультразвуковое исследование головного мозга, сердца, органов брюшной полости. Также, помимо этих исследований, берется ряд анализов. Самый главный анализ, это мамочки его даже называют пяточка, это кровь из пятки, которая берется на 5 врожденных наследственных заболеваний. Сейчас этот список растет во многих современных роддомах. И это правильно, это замечательно, потому что это те заболевания, которые можно предотвратить в дальнейшем, если знать о них еще в таком возрасте. Тогда, если резюмировать тему исследований в роддоме, хотелось бы понять, что есть ли еще какой-то список или какие-то вещи, которые в обязательном порядке нужно сделать до того, как ты выписался из роддома. Ну, как мы сказали, это вот УЗИ головы и сердца, брюшной полости. Это кровь из пяточки. И аудиоскрининг, он проводится либо в роддоме, если есть возможность, либо в трехмесячном возрасте ребенка. Это для того, чтобы узнать, слышит ли ребенок, правильно? Это в идеале проводится всем здоровым, доношенным детям. Список может увеличиваться, если есть какие-то отклонения. Еще одна важная тема, которую надо обсудить, которая связана с тем, что происходит с ребенком в роддоме, до того, как его выписали, это прививка. Потому что первые прививки, которые входят в национальный календарь, прививочные, они должны быть сделаны еще в роддоме. Поэтому давайте вместе с нашими зрителями посмотрим специально подготовленные видео, посвященные этой теме, и внимание на экран. Здравствуйте. Меня зовут Синопян Роза Мирановна. Я врач-невропатолог и педиатр в Сухумской детской поликлинике. Мы собрали для вас самые важные факты о гепатите В. Как можно заразиться гепатитом В? Гепатит В – опасное инфекционное заболевание печени. Вирус гепатита В также может вызывать хроническое инфекционное заболевание печени, которое со временем может развиться в цирроз, рубцевание печени или рак печени. Этот вирус крайне заразен и передается при контакте с кровью или другими биологическими жидкостями инфицированного человека. Он может передаваться от инфицированной матери ребенку во время родов или от членов семьи ребенку раннего возраста. Кто находится в группе риска развития хронической формы гепатита В? С наибольшей вероятностью хроническая инфекция развивается у инфицированных вирусом гепатита В детей в возрасте до 6 лет. При этом именно младенцы наиболее подвержены риску заболеть хроническими носителями этого вида гепатита становится около 90% детей, инфицированных в первый год жизни. Именно поэтому так важно сделать первую прививку от гепатита В в роддоме и далее соблюдать сроки и схемы вакцинации в детском возрасте. Гепатит В можно предупредить с помощью безопасной и эффективной вакцины. Всемирная организация здравоохранения рекомендует вводить младенцам первую дозу вакцины против гепатита В максимально возможно короткие сроки после рождения, желательно в течение первых 24 часов в жизни, а затем делать еще три дополнительные прививки в возрасте 2, 3 и 4 месяцев. Эти прививки позволяют выработать специфичные антитела и обеспечить свыше 95% защиты от инфекции. Иммунитет сохраняется минимум в течение 20 лет, а зачастую и на всю жизнь. Здравствуйте, я врач-фтизиатра Зарутюновна Арзуманья. Сегодня мы с вами поговорим о туберкулезе. Что такое туберкулез? Туберкулез – это инфекционное заболевание. Возбудителем туберкулеза является микобактерия туберкулеза или иначе, как его на родине называют, это палочка Коха. Заболевание развивается только в ответ на размножение в организме человека этих микобактерий. И поражает, как правило, легкие, но также встречается в нелегочный туберкулез, когда поражены костная система, головной мозг, почки, кишечник и другие органы. Кто подвергается наибольшему риску? Туберкулез сегодня поражает преимущественно взрослых людей в их самые продуктивные годы. Но риску подвергаются все возрастные группы. При этом люди с ослабленной иммунной системой, ВИЧ, больные диабетом, а также курящие находятся в группе повышенного риска. Вероятность заболеть у них в разы выше. Болеют туберкулезом и дети. Наиболее часто в возрасте от 1 до 4 лет. Чтобы обезопасить себя от нежелательных осложнений болезни, необходима своевременная вакцинация. От туберкулеза защитит профилактическая прививка БЦЖ, которую новорожденным детям делают еще в роддоме. На второй-пятый день жизни. Младенцы сильно восприимчивы к этой инфекции и степень вероятности развиться тяжелой формы болезни у них высока, учитывая возможные неблагоприятные факторы при выписке и в течение первых месяцев жизни. Потому прививку необходимо делать уже в первые дни жизни ребенка. Вакцина – это ослабленный штамм микобактерий туберкулеза, который не может вызвать заболевание, но способствует выработке иммунитета против этой инфекции. Важно понимать, что БЦЖ не допустит тяжелого и смертельного опасного течения туберкулеза. При этом прививка не предохраняет человека, собственно, от заражения микобактерий туберкулеза. Однако, если дети, вакцинированные, против туберкулеза заболевают, то они болеют формами туберкулеза, который протекает в легкой форме и, как правило, без клинических проявлений. Что ж, здесь была дана исчерпывающая информация, но, может быть, у Хана вы нам ответите на вопрос такой. Сейчас есть возможность отказаться от прививки. И хотелось бы понять, вот у Хана, те прививки, которые должны были быть сделаны вашему ребенку в роддоме, вы делали эти прививки, отказывались от них? Да, мы в роддоме сделали прививки. Правда, я отказалась от прививки БЦЖ. А почему вы отказались от прививки? Я не сделала БЦЖ, потому что я не была готова к этой прививке. То есть я все читала, изучала информацию, но конкретно об этой прививке я не знала. После того, как мы обратились к педиатру, к Астанде, она нам объяснила, в чем необходимость конкретно этой прививки. И мы уже сделали ее после роддома, после выписки из роддома. Тогда, когда остановились на учет к педиатру. И последующие все прививки, которые в календаре заложены, мы тоже их делаем. То есть я не отказывалась от прививок, и мы все делаем, все прививки. Ну, в таком случае, Аста, если бы вы консультировали Хану, то, может быть, у вас есть еще какие-то комментарии, которые бы вы хотели озвучить относительно вакцинации? Решающее слово всегда остается за мамой. Наша задача, задача педиатров, донести до мамы достоверную, правильную информацию, современную информацию, которая базируется на доказательной медицине, и объяснить ей не медицинским языком, мамским языком, объяснить, для чего это делается, почему это делается в конкретные сроки, почему нельзя откладывать, не рекомендуется откладывать. И в этом случае мама сама решит для себя, будет она делать или нет. Я никогда никого не заставляю, но если спрашивать мое мнение, делать нам или не делать, естественно, я, как врач доказательной медицины, я за прививки. И когда меня спрашивают про ту или иную вакцинацию, я стараюсь донести информацию, чтобы маме было понятно, для чего это делается, и насколько необходимо ее ребенку. Я вот точно на своем примере могу однозначно сказать, что подход к вакцинации, он трансформировался. Вот от моего первого ребенка, которого я 15 лет назад родила, и сейчас это совершенно разная ситуация. То есть тогда мы приходили в детскую поликлинику, и нас особо не спрашивали, хотим мы, не хотим. Сейчас действительно и больше рассказывать на эту тему, и больше возможности информации получить из любых источников, ее действительно больше, и у нас есть возможность выбирать этот путь самим для своих детей. Информации действительно очень много, и, к сожалению, все больше становится очень много антипрививочной информации. Почему? А как только у мамы возникают какие-то вопросы, естественно, первым делом мы начинаем гуглить. И на первой странице всегда выходит не самое приятное, все возможные осложнения, всевозможные байки и страшилки, естественно, это пугает маму. А также наши всезнающие соседи, родственники, у которых был опыт, что действительно после вакцинации произошло, точнее из-за вакцинации произошли те или иные изменения с ребенком. Конечно, с этим очень сложно бороться, не только нам здесь, в Абхазии, это по всему миру такое происходит, но мы стараемся доносить достоверную информацию, вот такие вот ролики есть, которые можно всегда посмотреть и понять, что для чего. То есть вы хотите сказать, что нет никаких оснований для волнения вот этих антипрививочников? Все прививки, которые, те вакцины, которые вошли в национальный календарь, да, если ребенок наблюдается у педиатра, и педиатр видит, что противопоказаний нет, ребенок растет и развивается, что нет ложных показаний, потому что сейчас есть врачи, которые дают и ложные медотводы, если их нет, мы объясняем маме, что все в порядке, все замечательно, у вас нет противопоказаний вакцинации? Получается, перед проведением вакцинации необходимо грамотно обойти все эти кабинеты, да, которые дают описание, разрешение на эти прививки. В идеале перед прививкой не требуется никаких исследований, потому что мы рассчитываем на то, что вы с ребенком проходите все свои плановые осмотры, плановые декретированные сроки, делаете все вовремя, то есть дали тот же анализ крови, анализ мочи, я знаю, что там все показатели в норме, и подходя уже к возрасту, когда нужно делать прививку, я просто делаю обычно осмотр ребенка и говорю, да, противопоказаний нет, острой инфекции у ребенка на данный момент нет, смело идите в кабинет вакцинации. И еще кабинет невролога, кажется, тоже перед вакцинацией, да? Перед вакцинацией достаточно пройти педиатру, просто показаться педиатру, и все. Даже в некоторых учреждениях просят анализ крови только потому, что это частное учреждение, где вас видят впервые. Вот когда ко мне приходят впервые, а ребенку уже месяцев 6-7, естественно, нет никакой документации, я не знаю, что у него до этого было. В этом случае я попрошу либо всю документацию, либо осмотр специалистов, что действительно нет противопоказаний со стороны других специалистов, со стороны органовых систем. Если есть все на руках, если ребенок наблюдается у меня с раннего возраста, с месяца, я знаю про него все, то, естественно, я не буду его лишний раз обследовать, он пойдет на вакцинацию. Пожалуй, еще одна очень важная тема, которую мы бы хотели сегодня обсудить в студии с педиатром, это плановые осмотры. Расскажите нам, пожалуйста, в каком возрасте они должны проходить, как часто. Вот более подробно эту тему, если можно было бы раскрыть. Значит, после выписки из роддома на первой-второй неделе проходит патронаж, приходит медицинская сестра или же участковый педиатр, смотрит ребенка, смотрит условия, в которых он находится, и уже начиная с возраста одного месяца, ежемесячно ребенок должен до года приходить на плановые осмотры к педиатру. После года, с года до трех лет, такие осмотры проводятся каждые три месяца, и старше трех лет каждые полгода. Помимо этого, в декретированные сроки еще проводятся осмотры смежных специалистов. Вот мы пришли в первый месяц, желательно, конечно, сперва пройти всех смежных специалистов, а потом уже со всеми заключениями прийти к педиатру, чтобы это все резюмировать. Значит, в месяц это невролог, окулист, томатолог, хирург, и ультразвуковые исследования снова же головы, сердца, тазобедренных суставов, брюшной полости, в идеале еще бочек и мочевого пузыря. И с этими уже исследованиями, с осмотрами, с заключениями других специалистов, мама приходит уже к педиатру. Дальше, ежемесячно он приходит только к педиатру. Если нет вопросов, если нет каких-либо отклонений, если педиатр видит, что ребенок растет и развивается, соответственно, своему возрасту, то другие специалисты до трех месяцев, в принципе, не нужны. В три месяца снова осматривается неврологом, в полгода опять идет спектр всех смежных специалистов, и в год. Возможно, рост, вес, соответствие стандартам, все мамы, это волнует вопрос. Всем хочется, чтобы ее ребенок был вот прям по... Когда приходит на осмотр к педиатру, да. Насколько важно вот соответствовать по росту, по весу, возрасту, и вот стоит ли мамам переживать на тему того, что там твой ребенок не добрал 100 грамм, и от этого случилась какая-то трагедия. В любом случае, если мама что-то тревожит, она всегда приходит на прием к педиатру, даже если это не по сроку, да. Не нужно ждать, сидеть, так, нет, я в два месяца должна пойти, я пойду в два месяца. Если мама действительно что-то тревожит, беспокоит, она приходит и в полтора месяца. Мы оцениваем состояние ребенка с момента рождения до сегодняшнего дня, смотрим прибавку, обсуждаем, на каком питании ребенок находится, как он усваивает, сматриваем кожный покров, нет ли никаких элементов на коже, окружность головы, грудной клетки, как изменились эти параметры, и делаем, конечно, свою оценку. Считать и держать у себя дома весы не рекомендую ни одной маме, потому что покормил, сразу бросил на весы. Я по своему опыту тоже не рекомендую, это невозможно. Нам достаточно прибавка ежемесячная, если, конечно, нет такого, что на глазах ребенок, конечно, увядает, вялый, не ест, не пьет, и здесь, конечно, тут уже другие будут обследования. Есть какая-то желательная форма по весу, сколько в год должен весить ребенок? По стандартам Всемирной организации здравоохранения, ежемесячно ребенок должен прибавлять не менее 500 грамм. Хана, вы руководствуетесь исключительно рекомендациями педиатра, или еще консультируетесь с соседями, с друзьями, в интернете? Конечно, вопросов не избежать, но консультацию не провожу, только со специалистами. Согласно последним исследованиям, первые тысячи дней жизни ребенка являются самыми важными для его дальнейшего развития. Специально для нас международный консультант ЮНИСЕФ, доктор наук в сфере прикладной психологии детского развития и образования Анна Ермакова записала видео, в котором рассказывает об особенностях развития ребенка на раннем этапе. Внимание на экран! Дорогие родители, нервная система ребенка начинает развиваться почти с самого начала беременности, а его мозг начинает интенсивно развиваться на шестой неделе. То есть даже до того, как наши мамочки зачастую знают, что ожидают прибавления, их младенцы уже умственно готовятся к оптимальному приспособлению к жизни вне утробы. После рождения мозг продолжает формироваться. До трех лет у детей создается более миллиона новых нервных соединений в секунду. Интересно то, что у младенцев намного больше нервных соединений, чем у взрослых. Те соединения, которые они впоследствии не используют, удаляются, а остаются только те, которые они используют. Как укрепляются нервные соединения? Через общение с другими. Что это значит? Вы должны стремиться как можно больше общаться и взаимодействовать со своим малышом. Это закладывает основания для его умственных и социально-эмоциональных навыков до конца жизни. Это включает в себя. Во-первых, зрительный контакт. Повернитесь к ребенку лицом и смотрите ему в глаза как можно чаще. Например, вы знали, что оптимальное расстояние, на котором видят груднички, это расстояние до глаз мамы при грудном кормлении. Мы созданы для зрительного контакта. Потом это контакт кожи. Берите ребенка на руки, гладьте его по головке, по спинке, играйте с ним, взявшись за ручки. Чем больше вы прикасаетесь к младенцу, тем лучше развивается его мозг и тем ближе скрепляются ваши с ним отношения. И это голосовой контакт. Невероятно важно постоянно разговаривать с вашим малышом. Не думайте, что это бесполезно просто потому, что он вас еще не понимает. Слушая речь других, младенец формирует свою речь и даже свой словарный запас. Причем слышать речь младенец может уже в утробе. А низкий папин голос он слышит еще лучше, чем мамин. Так что, папочки, не стесняйтесь разговаривать со своими малышами еще до их рождения. Скажу нашим родителям еще вот что. Удостоверьтесь, чтобы на каждое ваше слово исправления или указания ваш ребенок слышал хотя бы в 6 раз больше слов похвалы или поддержки. Это даст ему основания для успеха на всю жизнь. В сумме, очень важно взаимодействовать с нашими маленькими детьми. Когда они плачут, обратите на них внимание. Возьмите на руки, прикоснитесь, посмотрите в лицо, успокойте голосом. Когда они издают звуки, повторяйте за ними, говорите с ними на напев. Чтобы ребенок слышал больше слов, читайте с ним. Читайте с ним книжки, разговаривайте, описывайте, считайте с ним просто в повседневных делах. И не забывайте играть. Потому что игра для юных детей – это умственное и социально-эмоциональное развитие. И последний, очень важный момент. Дорогие родители, уберите свой телефон. И как можно больше общайтесь с детьми напрямую. Дайте им свое полное внимание. Это обогатит ваши с ними отношения и даст им сильный старт в жизни. На самом деле, благодаря этому видео, мы в том числе узнали много нового и важного о развитии ребенка на самом раннем этапе. И я думаю, что, Хана, вы тоже много знаете об этом и практикуете. И, наверное, Станда могла бы тоже нам посоветовать, что-то резюмировать по вопросам именно развития ребенка на самом раннем этапе. То есть вот такие вещи, как правило, как мы уже теперь знаем, они отражаются на его дальнейшей жизни. И какие-то мелкие детали, на которые мы можем не обратить внимания, оказываются очень важными для дальнейшего ребенка. Абсолютно согласно со сказанным на видео, некоторые психологи даже говорят, что ребенок на самом деле вынашивается не 9 месяцев, а год. То есть 9 месяцев он находится в утробе матери, и последующие 3 месяца, первые 3 месяца он находится снаружи. И вот этот вот процесс нужно продолжить, максимально создавая ему те условия, которые у него были в утробе. То есть если вы заметите, когда ребенок плачет, если он не голодный, нечестенький, если вы его будете держать на том уровне, где он находился, он слышит сердцебиение, он слышит, как работают внутренние органы мамы, он это вспоминает, он успокаивает, его это успокаивает. Руки мамы его успокаивают. Он скручивается точно так же, как он лежал в утробе матери, и он чувствует себя защищенным. Поэтому первые 3 месяца, хотя бывают наши взрослые и старшие говорят, вот не бери на руки, не приучай, пусть кричит, он привыкнет. Нет, на самом деле это неправильно. Ребенок должен находиться на руках, он должен чувствовать то, что он защищен, то, что есть его взрослый человек, которого в дальнейшем он будет называть мамой и папой, который защитит его в любой момент. Так вырабатывается в дальнейшем уверенность. У этого ребенка такие дети, они более уверенные в себе, они более самостоятельные во взрослой жизни, поэтому не думайте, что вот я его буду носить на руках, он привыкнет и вообще не слезет. Ну, поверьте, когда-нибудь он слезет. Так что не ленитесь. И вы будете даже мечтать о том, чтобы он обратно залез на руки. Да, есть и такое. Поэтому в лице Ханы, обращаясь ко всем родителям, хочу сказать, что не нужно стесняться просить помощи у своих родственников, у своих домочадцев, посидеть с ребенком, поддержать ребенка. И в это время все бытовые дела подождут. Немытый пол, немытая посуда, ничего страшного, нужно пойти, выспаться, нужно отдохнуть, нужно поесть. Не забывайте о себе, ребенку нужна здоровая мама. Как раз это очень важная тема, на которую мы бы тоже хотели сакцентировать свое внимание. Мы много сегодня говорили о тех исследованиях, которые необходимо проводить с ребенком, но мамы также не должны забывать и о своем здоровье. Поэтому мы рекомендуем всем молодым мамам позаботиться также и о своем здоровье. Ну, и на этом, я думаю, мы можем завершить первый блок. Останда, нам было очень с вами комфортно и интересно. Вы рассказали нам много важного. Ханай, у тебя остались какие-то вопросы к Останде? Нет, я думаю, исчерпывающие ответы были даны. Спасибо. Спасибо вам за приглашение. И еще раз обращаюсь к каждой мамочке. Хочется сказать, что вы лучшая мама для своего ребенка. Не слушайте никого, слушайте свое сердце. Однозначно. И на этой позитивной ноте мы можем завершить наш первый блок и встречать новых гостей. К нам присоединились новые гости. Позвольте представить вам врач-педиатр Леонида Авицба и социальный работник Мактина Еник. Девочки, добро пожаловать. Здравствуйте. Здравствуйте. Если позволите, Максина, мы начнем с вас. Расскажите, пожалуйста, что такое социальный работник и чем вы занимаетесь. Социальная служба занимается сопровождением семей, которые оказались в тяжелой жизненной ситуации. Социальная служба работает на территории Абхазии во всех районах. Если говорить в частности обо мне, то я работаю в Гудаутском районе. Когда к нам поступают сигналы, сигнал может поступить к нам отовсюду. Это может быть анонимный секунд. От педиатра, от соседей. От соседей, да. Мы оцениваем ситуацию на месте. Выезжаем в семью и далее, если в семье есть ребенок, это обязательный критерий. Мы работаем только с семьями, где есть дети несовершеннолетние. Мы оцениваем ситуацию на месте. Как я уже сказала, для нас главное это благополучие детей. Если мы видим, что какие-то критерии общеприняты, они нарушены, скажем, мы видим, что ненадлежащий уход за ребенком, или же ребенку необходима медицинская какая-то помощь. Небезопасное жилье, например. Да, небезопасное жилье, правильно вы сказали. Мы уже оказываем социальное сопровождение конкретно этой семьи. Это происходит на протяжении какого-то определенного времени. Это не постоянно. То есть мы не можем всю жизнь сопровождать эту семью, естественно. Мы оказываем помощь, исходя из тех потребностей, которые есть у конкретной семьи. Ну, это очень здорово. Мы обязательно укажем контактные данные всех социальных служб, которые работают на территории Абхазии, для того, чтобы семьи в тот момент, когда они почувствуют необходимость в поддержке вашей службы, могли обращаться. Также хотела уточнить, что если в семье ожидается ребенок или есть новорожденный ребенок, мы обязательно настаиваем, говорим, что ребенка надо поставить на учет педиатрам. Мы в тесном взаимодействии с педиатрами участковыми. Если необходимо, мы даем контакт этого педиатра. Если же мы видим, что семья не спешит встать на учет, мы посещаем еще много-много раз эту семью и убеждаем, что в этом есть необходимость обязательно встать на учет. И далее, если мы видим, что есть какие-то отклонения в развитии, далее привлекаем других специалистов по возможности, подключаем всю свою необходимую поддержку и оказываем помощь. Спасибо, Мактина, и за ту работу, которую вы осуществляете, и за ту информацию, которую вы сегодня сообщили нам и нашим зрителям. А мы продолжаем беседу. Как я уже говорила, у нас в студии врач-педиатр Леонида Авицба. Хана, я предполагаю тебе задать вопросы Леониде и уточнить все, что тебя волнует. Да, я думаю, многих интересует вопрос, связанный с неожиданным плачем ребенка. Я тоже с этим сталкивалась в свое время. И что делать в случае, когда без каких-либо явных признаков ребенок начинает плакать? Как определить, что ребенка действительно что-то беспокоит? Ну, на самом деле, с того момента, как мама с ребенком возвращается домой, жизнь усложняется у мамы и у всех членов семьи, и начинают рождаться вопросы. В том числе, первый, самый главный вопрос, что делать, когда ребенок плачет? Как реагировать и так далее? Первостепенно, что нам нужно, что важно, установить причину плача. К наиболее частым причинам и сигналам можно отнести следующее. Ну, голод ребенка, ребенок голоден. Он об этом всячески говорит, показывает, причмокивает губами, пытается ручки к рту поднести, зовет маму, кричит. Естественно, у малышей первого месяца жизни нет четкого режима кормления. То есть он прикладывается, если он на грудном вскармливании имеется в виду, прикладывается к груди от 10 до 12 раз в сутки. И поэтому по каждому требованию ребенка мать его кормит. Если ребенок был приложен к груди, он взял грудь и плач прекратился, причина ясна, и все хорошо. Следующий момент. После еды ребенок неспокоен, нестабилен. Его что-то беспокоит, очевидно, мы можем ему помочь. Подняв его вертикально, столбиком, возможно, отрыжки не было. Либо она была недостаточной. Побив слегка по спинке, происходит отрыжка, ребенок успокаивается. Третьей возможной причиной могут быть колики. Самая частая причина плача у детей, и самый главный вопрос мам, что делать, как бороться. Можно помочь симптоматически. То есть, что делает мама? Делает массаж круговыми движениями, теплой рукой, ладошкой по животу ребенка. Ему это помогает. Упражнение велосипеда известно всем новоиспеченным мамам. То есть, ножки, согнутые в коленях, поджимаются к животу. Поочередно, либо одновременно, на несколько секунд придерживаются. Ну и как бы это тоже может облегчить состояние. Теплая пеленочка, либо грелка на животик. Все это помогает, способствует улучшению состояния. Если ничего не помогает в случае колика, то ваш доктор вам назначит препараты чаще всего на основе семитикона. Их несколько. Этот вопрос уже лучше обсуждать на приеме у педиатра. Если у ребенка дискомфорт, связанный с грязным подгузником, мокрыми пеленками, он обязательно об этом скажет. Также плачем. Но тут вопрос решить легко. Посмотрели, поменяли. Также на перепады температуры ребенок очень сильно реагирует. То есть, мы должны соблюдать температурный режим помещения. В помещении допустима температура не выше 22 градусов. Очень редко, когда мамы соблюдают этот температурный режим. Ребенку жарко, он плачет, ему некомфортно. Также очень важна влажность воздуха в помещении. От 50 до 60% допустимо. Часто возникает вопрос у мам, а как же нам одевать ребенка в помещении, возможно, холодно или как нам выйти на улицу, он у нас простудится и так далее. Тут правило очень простое. Одевайте на ребенка на один слой больше, чем на вас. И все будет хорошо. И немаловажно, что ребенок часто, ну вот предыдущий педиатр тоже об этом много говорил, о связи мамы с ребенком. Бывает, что нет конкретной причины плача у ребенка. Он просто хочет быть с мамой. Мы его прикладываем, поднимаем, укачиваем, рядом с ним лежим, он успокаивается. Что обязательно нужно делать? Ну, конечно, это состояние не острое. Ну, поведение ребенка такое, он привыкает к новой жизни. Мы не говорим о истинной боли. Если у нас возникает боль, это плач не пятиминутный. Ребенок плачет, ему плохо, его состояние вы оцените. Естественно, это скорая, либо поход к педиатру в зависимости от состояния нужно уже оценивать индивидуально. Спасибо за информацию. Оказывается, все очень просто. Я вот сейчас первый раз услышала про правила плюс один слой. Это просто изменило все в моем мозгу. Я бы так сказала, столько домыслов, разговоров, мнений бабушек, соседей. Оказывается, просто навсего плюс один слой. Я это точно запомню. Хотелось бы еще затронуть тему сна. Леонида, скажите, есть какие-то нормы, сколько ребенок должен спать? И стоит ли подстраиваться под режим, который задает ребенок? Или нужно самой выстраивать режим сна ребенка? Хороший вопрос. Первый месяц жизни, первые 4-6, порой 8 недель, ребенку требуется сон в том количестве, в каком у него был в утробе мамы. То есть биоритмы несформированные, сон нерегулярный, хаотичный. Очень часто мама не может понять, что делать с ребенком, если он много спит, если он мало спит. Поэтому существует... Ну вот каких-то определенных норм нету. Мы знаем, что ребенок может спать беспрерывно 30 минут, а может 4 часа. Но в сутки... Буддить не стоит. Сейчас обсудим. Но в сутки он... Именно если мы говорим про малыша, которому там до месяца, до 6 недель, в сутки он может спать от 18 до 20 часов. И это будет норма. Также может и меньше. И это будет норма, если ребенок здоров. А стоит ли будить ребенка и кормить? Или не прерывать сон? Вот в первый месяц жизни, если ребенок хорошо набирает в весе, и при этом, неважно он на груди или на грудном вскармливании, или на искусственном, при хорошей прибавке правильной в весе, если он выдерживает интервал 3 часа и даже 4 иногда, но при этом хорошо набирает, мы не будем его будить, чтобы лишний раз докормить. Но если есть вопросы к весу и состоянию, тогда да, можем. То есть это индивидуально. Уже спустя месяц более-менее все сформировалось. Ночные кормления можно сокращать. Но опять-таки вы не можете убрать кормление, а ребенок плачет. То есть если он просит и не спит, то кормим. А вот в случае, если ребенку уже год, как правильно отучать его от ночных кормлений? То есть это скорее привычка или у ребенка продолжает быть? Вот это необходимость, потребность. То есть как отучить от ночного кормления ребенка на груди? Это сложно. Каждый родитель выбирает свой путь, но чаще всего это просто предлагаем воду, отказывается, просто не даем грудь. Обманный путь. Ну, либо так, либо мама выбирает путь, потому что либо это происходит так, быстро, чуть, ну как бы... Ну вот мы говорили о сне. Возвращаясь к вопросу о сне ребенка. Если ребенок уже привык после грудного вскармливания засыпать, как вот этот момент переиграть? То есть для него грудное вскармливание... Это возможность уснуть? Да, конечно. Это один из ритуалов, которые ребенок получает перед сном, который проводится с ребенком перед сном. Мы же всегда рекомендуем соблюдать какие-то ритуалы для отхода ребенка ко сну. Что такое ритуал? Это одинаковые, повторяющиеся какие-то события перед сном, ритуалы. То есть это либо мы купаем в ванночке, затем приглушаем свет, включаем музыку. Каждая мама по-своему выстраивает схему, в том числе и грудное вскармливание. Но ребенок у вас год был на груди, конечно, он не может вот в ночь, в одну ночь сказать, мама, все, я наелся, отпускаю тебя. Это сложно. И я не могу так сказать. И вы не можете. У вас тоже связь с ребенком. Это естественно, это природа. Поэтому вы решаете. Конечно, это стресс. Поэтому мама выбирает, как из этой ситуации выходить. Либо резко, быстро и стресс, либо постепенно. А есть вероятность того, что сон в какой-то период будет страдать от этого? То есть 2-3 дня? Чаще всего. 2-3 дня, конечно. Да, пока ребенок будет плакать. Потому что вы как бы убираете у него, его привычку, он будет плакать. Первые 2-3 дня и даже неделю это может страдать. На сон, но после, наверное... Какой-то период, конечно. Но после того, как ребенок уже ночью не ест, он не пробуждается. То есть... У него полноценно выстраивается сон. Да, конечно. Если ребенок не ест, ему незачем просыпаться ночью. Ну, в случае хорошего там дня активного. Надеюсь, так и будет. Да, то такая схема. Чаще всего. Что ж, друзья, наша молодая мама Хана отправилась домой к своему малышу. Ну, а мы продолжаем нашу передачу. И следующий вопрос, который нас очень волнует, Леонида, это что делать маме, если у ребенка поднялась температура? Первое, что нужно сделать, когда повышается температура тела у ребенка, не паниковать. От паники больше проблем. Поэтому, естественно, дети первого полугода жизни, ну, чаще всего первых трех месяцев жизни, ну, болеют реже, чем детки постарше. Это связано с факторами защиты, которые у ребенка от мамы остались. Плюс они не так часто контактируют со внешней средой и с остальными детьми. Ну, это все как бы служит их небольшой, недолгосрочной защитой. Но если вдруг все же такое произошло, что температура тела повышается, что важно делать маме? Естественно, измерить температуру, оценить высоту лихорадки. Далее важным признаком является интервал между подъемами температуры тела. То есть, насколько он короткий, насколько он длинный, сколько раз за сутки температура повышается, и как она сбивается. Опускается ли самостоятельно, или нужно помогать. Это все важно. Далее будет объяснить и доктору, который будет разбираться впоследствии, в чем причина повышения температуры. Какая температура считается высокой? Для детей разного возраста есть разные значения. То есть, для малышей до 3 месяцев 38 градусов, это лихорадка, ее нужно сбивать. Как мы сбиваем? Первое, обязательно применяем физические методы охлаждения. Что это значит? Мы максимально раскрываем ребенка. То есть, мы его раздеваем. Он может у нас лежать в одних подгузниках. Растираем его водой комнатной температуры без добавления чего-либо. Спирт, уксус. Да, да. Не добавляем спирт, не добавляем уксус. Это опасно для ребенка, для кожного покрова и не только. Поэтому этим не увлекаемся. Если вдруг температура повышается... Это для детей до 3 месяцев жизни. Никакие препараты? Только физические? То если у нас 38, мы в первую очередь применяем физические методы охлаждения. Если уже не работает, при неэффективности физических методов охлаждения и при повышении температуры, мы применяем уже жаропонижающие. Если у ребенка, естественно, более старшего возраста, то это температура 38,5. Но также важно учитывать состояние. То есть, как ребенок себя ощущает на такое повышение температуры. Он может бегать, чувствовать себя прекрасно, играть, смеяться, веселиться. Мы не спешим сбивать такую температуру, потому что понимаем, что это защитная реакция организма. И не мешаем. Не справляется? Помогаем. Ну, вот такая вот тактика. То есть, если он вялый? Если он вялый, если маме не нравится состояние ребенка, если мы говорим о малыше, он отказывается от груди, не пьет воду, и видно, что ребенку на самом деле нехорошо, плохо, он стал другой. Мы, конечно, да, не избиваем и далее будем обращаться к доктору. Да. И еще очень важно, если ребенок маленький до трех, до четырех месяцев, первый месяц особенно, даже повышение температуры до 38 градусов, это повод обратиться к врачу, узнать причину. Потому что сбивая температуру, это уже второстепенная задача. Найти причину. Вот что самое важное. Причины могут быть абсолютно разные. Чаще всего это вирусные инфекции, но исключить бактериальную тоже необходимо. Доктор на приеме вам поможет, соберет на основе анамнеза, который вы ему расскажете, состояние ребенка, осмотра, возможно, понадобятся анализы, обследование, ну и вынесет диагноз. Спасибо. И далее будем уже разбираться, что с ребенком. Доктор поможет. В любом случае, в любом случае, да, если родители видят что-то необычное, лихорадка без какой-либо особой причины, что-то не нравится, что-то непонятное, сыпь появилась у ребенка, никогда не сталкивались родители с этим, лучше сразу зайти к доктору, не пытаться самому найти причину. И ставить диагноз. Да. Спасибо. Ну что ж, на этом наш выпуск подошел к концу. Благодарим наших гостей. Спасибо, Леонида. Спасибо, Мака. Спасибо вам, что позвали. Обращайтесь, если будет такая необходимость. Спасибо. Спасибо за приглашение. Пусть все будут здоровы. Да, действительно, всем здоровья и до новых встреч. До новых встреч. Продолжение следует...